Это знаменательный такой месяц, потому что в 2013 году, это можно сказать сейчас 2024, чуть больше 10 лет тому назад, я первый раз полетела во Вриндаван с преданной. Это как раз была Картика, месяц Картика, именно это был месяц Картика. И тогда, конечно, 10 лет назад я ничего не знала, ничего не понимала, куда меня везут, что там будет происходить. Только преданная меня взяла с собой, и это было такое для меня боевое крещение, когда я приехала в это место, в неизвестное, первый раз вообще я в Индии, и это святая Дхама, место 5000 храмов, место паломничества, это место игр Кришны, тем оно знаменательно. Там он проводил своё детство, когда был маленьким мальчиком, пастушком, с мамой Ешодой и с Нандом Ахараджей. Вот это именно, вот это место, Вриндаван, поэтому оно очень, такое место, оно считается местом силы. И меня преданная туда привезла, и, конечно, я не знала, и сразу попала на Картику. Картика, месяц Картика, это было такое боевое крещение, когда босиком мы должны пройти по святым местам, это была парикрама, обход святых мест. И обязательно босиком, то есть пришлось снимать обувь, конечно, я набила шишки во всех местах, и ногу поранила себе, то есть был такой момент, потому что, ну, пришлось идти, рано утром вставать. В 4 утра до рассвета, да, до рассвета, это Брахма Мухурта называется, это время называется Брахма Мухурта, когда до восхода солнца Брахма Мухурта называется. Вот это время, в это время надо было встать, проснуться, совершить омовение, прочитать мантру обязательно, и одеть сари обязательно, да, и двинуться в путь. Вот, снять обязательно обувь, вот, и вот мы на полгода с ней полетели во Вриндаван, в Индию. Вот этот месяц как раз был картика, как сейчас помню, вот, но тогда, конечно, я ничего не осознавала, не понимала, что это за месяц, то есть для меня это всё были, было, знаете, такое, детские игры какие-то, да, когда ещё я была на материальном уровне, вот на этом, да, на платформе, на материальной, и ещё было совсем другое представление, вот, и я приехала, конечно, знаете, говорят, чтобы увидеть Вриндаван, нужно быть преданным, да, потому что Вриндаван, он не всем открывается, не для всех Вриндаван, вот, только особая милость нужна, да, во-первых, для того, чтобы попасть в это святое место, милость преданных, чистых, милость Верховного Господа, а милость Духовного Учителя обязательно нужна, вот, и вот так вот я по милости поехала, полетела первый раз, получила боевое укрещение, вот, неизвестную мной страну, Индия, да, вообще это место такое, но я с детства, конечно, любила эти индийские все фильмы смотреть, как помню сейчас, да, вот, и вот видите, моя мечта сбылась, детская, я полетела в Индию, по милости, вот, и вот только по прошествии 10 лет, да, прошло сейчас 2024 уже к концу, по прошествии 10 лет я понимаю, да, что такое картика, то есть вот только сейчас я вот начинаю понимать, да, что такое картика, что это не просто обход святых мест, да, это паломничество, во-первых, но это вообще очень серьезно, к этому нужно подготовиться, нужно быть готовым для того, чтобы пройти, пройти этот путь, вот, потому что это определенный путь, да, вообще это определенный путь, вот, и не просто так, конечно, туда попасть, в это святое место, вот, вот, поэтому нужно сколько миллионов жизней пройти, да, сколько перерождений, вот этих вот пройти, да, чтобы попасть в это святое место, вот, и вот так мне посчастливилось, конечно, я туда попала, и вот только сейчас я понимаю, да, что это за картика, что это за месяц, то есть внутренне тогда, конечно, я не была готова к тому, чтобы приехать в Индию, да, в это святое место, во Вриндаван, на Парикрамо, на Картику, конечно, внутренне я не была готова, нужно быть внутренне готовой для того, чтобы лететь во Вриндаван, то есть не просто так купить билет, да, как говорят преданные, не просто так купить билет и прилететь, да, во Вриндаван, этого недостаточно, для этого нужно, во-первых, подготовить свое сознание, чтобы сознание было чистое, вот, внутренне, да, и тогда Вриндаван уже откроется для вас, вот, вы увидите всех жителей Вриндавана, вы увидите Кришну, увидите, и увидите игры, перед вами откроются, потому что, когда я первый раз прилетела туда, конечно, для меня ничего вообще не открылось, я видела обычных людей, видела, вот, потом я попала вот в этот Ашрам, к Махараджу Адитьянанду, вот, и, конечно, совсем там, ну, все было оранжевое, да, потому что Махараджу, он Саньяси, вот, вот, оранжевое все было, и одни мужчина, 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 и все оранжевое, и вот в этот Ашрам я потом попала к духовному учителю, вот, и только потом, потом, по прошествии многих лет, когда я вновь-вновь туда возвращалась, в Вриндаван, по милости Гуру, по милости преданных, по милости Верховного Господа, вот, Вриндаван стал потихонечку открываться, и как потом я уже побывала, пришла уже на Санкиртану, пришла на Киртан, да, Кришна меня туда привел, посадил в Самадхи Шрила Прабхупады, я уже стала петь, то есть он меня привел к преданным, я потом попала, вот, и вот так потихонечку Вриндаван стал для меня открываться по-другому, то есть я уже увидела преданных, уже увидела краски какие-то, вот, многообразие различное увидела, прелесть всю, да, великолепие само, и Вриндавана, и атмосфера, вот, эта сама Вриндавановская, она уже по-другому для меня стала открываться, то есть Вриндаван стал открываться, и я почувствовала, да, вот это вот его, увидела жизнь, да, внутри Вриндавана, то есть вот эта атмосфера сама, духовная, уже не материальная, а духовная атмосфера, то есть нельзя туда ехать, вот, с материальным нашим сознанием, потому что вы не поймете ничего, не поймете ничего, то есть надо очистить сначала сознание, а потом уже полететь в это святое место.